В этом видео я расскажу, как создать уютный осенний мини-альбомчик. Внутри этого альбома располагается интересная поп-ап конструкция. Этот альбом можно использовать и как своеобразную поздравительную открытку, и вместо фотографии расположить свои пожелания. А внутри самого альбома предусмотрен кармашек для подарка. Приступим к созданию поп-ап элемента. Для этого нам понадобится основа шириной 21 см и высотой 14,5 см. Сгибаем ее пополам и в середине делаем двойную вбековку. Перед тем, как создавать саму конструкцию, нам необходимо выбрать и приклеить фоны на обе странички. По желанию, с правой стороны можно создать дополнительный кармашек. Для этого можно использовать два обрезка бумаги и сложить их с небольшим нахлестом друг на друга. Приклеиваем фоны к основе. Не забываем, что с правой стороны будет кармашек, поэтому клей наносим только с трех сторон. Одну сторону оставляем незаклеенной. Далее приступаем к созданию поп-ап конструкции. Для этого подготавливаем полоски бумаги со следующими размерами. Вертикальными линиями отмечены линии беговки. Сгибаем бумагу по линиям беговки следующим образом. Берем широкую полоску бумаги, загибаем внутрь и приклеиваем к основе. Следим, чтобы центр полоски бумаги совпадал с центром основы. Аккуратненько наносим клей и приклеиваем. Для нанесения клея я использую севиконовую кисточку. Берем тоненькие полоски бумаги, наносим клей на нижнюю часть лапки и приклеиваем сначала одну полоску, а затем и вторую. Располагаем лапки в том положении, как они должны будут находиться в закрытом виде. Проверяем, что они не находят друг на друга, если это случилось, то можно подрезать и наносим на них клей. Также наносим клей на загиб коробочки. Закрываем и приклеиваем. Вот так это должно получиться. При этом страничка должна хорошо закрываться. Далее получившуюся коробочку можно обклеить красивой бумагой. Ну а теперь осталось наполнить нашу коробочку милыми вещичками, создающими осеннее настроение. Выбираем все, что нам нравится и приклеиваем к полоскам бумаги. Ну что ж, вот такой результат у меня получился. Теперь можно переходить к созданию обложки. Для обложки нам понадобится два кусочка картона, синтепон и ткань. Чтобы определить размер обложки, надо замерить внутреннюю часть, которую мы только что сделали, и добавить 5 миллиметров по ширине и по высоте. Таким образом, размер обложки получается 10,5 сантиметров на 15. Для обложек обычно использую картон толщиной 1,75 миллиметра. На картон сверху прикладываем синтепон. Можно не промазывать, клеим картон очень тщательно. Главное, чтобы синтепон прихватился и никуда не убежал с картонки, пока мы не обернем ее тканью. Отрезаем весь лишний синтепон со всех сторон, чтобы ничего не вылезало за краешек. Укладываем обложки мягкой стороной вниз на ткани. Ткань я беру с запасом с каждой стороны примерно 1,5-2 сантиметра. Наносим клей по длинной стороне и загибаем сначала верхнюю часть, а затем нижнюю. Теперь будем оформлять уголки. Делая первый надрез, чуть-чуть, примерно на 1 миллиметр, не доходим до края картона. И затем срезаем по диагональке. Здесь главное не срезать лишнее, чтобы потом, когда мы будем загибать, там не образовалась дырка. Наносим клей на уголок ткани и загибаем его внутрь. Теперь наносим клей на картон и просто загибаем ткань наверх. Ну вот, две обложки готовы. Теперь можем сделать корешок. Для корешка я взяла тот же картон, из которого мы делали внутреннюю книжечку. Его высота 14,5 сантиметров и ширина примерно 3,5 сантиметра. По центру корешка я сделала 4 линии беговки для того, чтобы корешок был более гибкий. Далее отрезаем кусочек ткани такого же размера, как получившийся корешок. Наносим клей на полоску бумаги, хорошенько промазываем и приклеиваем сверху ткань. Выступающую с краев ткань обрезаем ножничками. И на край ткани можно нанести немного клея, чтобы она не сыпалась в дальнейшем. Далее установщиком люверсов проделываем в корешке дырочки и вставляем туда люверсы. У меня они получились на расстоянии 2,5 сантиметра от края. Ну вот, люверсы установлены. Теперь можно немного взять, погнуть в руках этот корешок по линиям беговки, чтобы он был более гибкий и эластичный и книжечка хорошо закрывалась. Теперь будем приклеивать корешок к обложке следующим образом. Наносим клей на край корешка до первой линии беговки. Равномерно распределяем клей по всему краю. Можно помочь себе кисточкой. Приклеиваем корешок к обложке. Но посмотрите, я немного отступаю от края. Примерно 3 миллиметра от края обложки. Приклеиваю до первой линии беговки. То же самое повторяю со второй частью обложки. Проверяю, что обе обложки идут по одной линии. Ничто никуда не сдвинулось. Если так произошло, то на этом этапе это можно еще поправить. Вот так у вас должно получиться. Теперь берем готовую внутреннюю часть. В ней сейчас нам нужно будет проделать две дырочки, в которые мы потом вставим ленту. Прикладываем ее ровно по центру обложки. И с другой стороны обложки карандашиком можно наметить места, где должны быть дырочки, чтобы они точно совпали с обложкой. Здесь я немного отклонилась от камеры, но думаю, процесс создания дырочек понятен. Связываем лентой нашу книжечку и обложку и завязываем с обратной стороны аккуратный бантик. Книжечка готова. Осталось только приклеить форзации на переднюю и заднюю обложки и приклеить также декоративную бумагу. Настало время оформления обложки. Пожалуй, самый интересный этап в создании альбомчика. Здесь еще смело можете дать волю своей фантазии. В оформлении этой обложки я в основном использую вырезанные элементы. Не забывайте, что дополнительный объем сделает работу более интересной. Для этого элементы можно приклеивать на кусочки картона. Я для этого использую пивной картон. И даже можно их приклеивать на вспененный скотч. Из объемных элементов у меня здесь будет использовано лишь пару цветочков. Один из них я сделала из фоамирана в тон цвету, который уже присутствует в бумаге. И, конечно же, использую эти листики и веточки. Они придадут композиции, легкости, динамичности. Вот такой замечательный мини-альбомчик у меня получился. Осталось лишь наполнить его любимыми фотографиями. Буду рада, если этот небольшой мастер-класс вдохновит вас на создание подобного альбома. Субтитры создавал DimaTorzok